Так, плохо видать. Подожди маленько, сейчас я опущу шторку. Добрый день, Мороз. Добрый день. Как вы там? А я увидел вы в сети. Вы у нас на канале-то бываете? Да, бываю. Я переношу ролики сейчас на мой мир. В моем мире будут у меня здесь ролики, большинство. Я фотографии выставил, там почти 17 тысяч сейчас фотографий наши. А за июнь месяц тоже выставили? Все выставил. Так что ты там увидишь фотографии, ролики, все. На моем мире, вот здесь, на первой странице. Сейчас выставляю в данный момент. Отлично. Спасибо. Ну как здоровье-то? Здоровье. Ну, оставляю желать лучшего. Спасибо вам большое за молитвы, за маму. Она уже садится и уже вокруг кровати ходит. Вот Тимоша приболел. А что у него? Простыл. Это как, вирусная инфекция. А вот у нас в деревне никогда этих слов не знали. Вирусная инфекция, у нас этого не было. Мы этих слов не знали. Ну, было так, простыл. Это было, знали. Мама сварит картошки, воду вылет, а потом мы садимся, сверху закроемся и дышим паром картошки. Нечищенной. Это волнекарство какое. Это народное средство. Оно никакой химии не имеет, уколов не надо. Ну, маленько полежишь, бывает, топленое молоко даст там. Иногда бывает с бараньим жиром. Это уж совсем простывше. Намажет где-то лопатки. Дышить-то умели просто. У нас бабушка вот руку порезала. Сейчас главное, чтобы земля не попала инфекция. А она наоборот. Плюнула, земельку взяла и землю растерла. Рану, рану. И никогда не было никакой заразы. Вот удивительно. И, знаете, Тихонович, мы переехали в новую квартиру. Сняли, сняли. И все заболели. Вот это случайность или как? Да, как. Может быть не случайно, может там зараза была какая. Такое бывает. Зараза. Там жил человек, что-то делал, там химия. Вот у меня знакомый здесь, следователь. Он вел мое дело. И он оказался в кабинете, где там какие-то химикаты были. И он начал бороться, чтобы отдел юстиции. Дали ему. Да заработался, что его выгнали. Он говорит, болеет. Все, ну и правда там какие-то стали делать дела такие. Инфекцию провести, дезинфекцию. Это бывает? Это надо смотреть на это. Иначе можно посыпать такую беду, что и не вылезешь. Ого, Тимоша. Ты меня видишь, нет? Видишь. Видишь. Ну вот, тебя вспоминали долго еще. А ты там смотрел видео-то, какие мы шалаш-то какой сделали? Да, смотрел. Видел? Видел. Это огромный шалаш на 30 человек. Угу. Там прохладно. Там, видишь, ветерок поддувает и не прогревает. Обычно солнце как-то мешает, а там нет. Но мы там много... Ты ходил? Нет с нами на пруд, где мы собирали там веточки разные? Веточки там. Мусор не ходил. Мы долго еще там оставались. 24 октября только выехали. Нас заблокировали работодатели. Мы заплатили за все, доски не везут и поэтому... А вот, извините, сейчас я по телефону. Да. Да. Подъехал-то. Ты в школу-то ходишь? Да. А сегодня не ходил? А сегодня выходной. А вот покажи, им задавали в... Подожди маленько, посчитаю. Держи. Как я провел лето? Ученик какого класса? Второго класса. Второго Г. Тимофея. Батугина Тимофея. Ну, так тебе есть что написать-то. Ты можешь даже ролики наши снять и им показать. Это будет, знаешь, как здорово? Ролики. Где? Ага. Подожди, плоховато вижу. Так это снимки? Да, это фотографии. А. Ну, это так. Так а ты еще ролики можешь принести и показать всей школе. Как мы там обедаем. Помнишь? На холме. Во-во-во-во-во-во. О, да это богато у тебя. Там гимнастика. Баленько я потихоньку ведя, то не успеваю смотреть. Ну-ка поближе так еще. Ага. Ты дежурный. Вот это в поле идешь. Вон там. Это что у тебя? Весло в руке? Да, это мой. Молодец. А как это так получилось? Кто это напечатал-то? Это папа в ксерокопию пошел, и там вот разместил. Так это главное, и коровы попали. О, вообще здорово. Я ни у кого наших не видал пока такого. Учимся стряпать. Ну и правда. Да смотри, слова-то какие у тебя, бывшие, хорошие. Учимся стряпать. Ну и там что-то еще написано. Ну нормально. Теперь, Тимаша, ты ролики, ролики наши как-нибудь там попроси, чтобы скачали. И в школе покажи один или другой ролик. Как за столом. Как мы там купались, может быть есть. У нас на все ролики есть. Ну хорошие. Так, ближе, подожди-ка. Вот у меня была первая попность. Ага. Отец Аким. Подожди, держи так, держи. Изучаем Слово Божие потихоньку. И следуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5.39. Вообще чудесно. Это я другим расскажу. Ну и как тебя там в школе-то приняли? Что-то ненадуманное фотографии? Ну, 5 поставили. 5 поставили. Но они поверили, что ты был где-то в хорошем лагере в деревне, да? Ну да. Ну да. Тут много можно научиться. Замечательно. И мог бы еще ролики снять некоторые, ролика 2. И в школе показать. Там, где он идет там за коровами, где мы обедаем на верхотуре там. А ты же помнишь, как мы там на холме-то сделали? Ты был? Когда комары-то нас тут ели, а мы взяли отдельно там холм. А потом отдельно молитвы мы еще сделали от мошкары. А там коровы стали бодать, где мы это сделали аналой. Так нам пришлось вокруг загородить. А там рядом большая была яма. И когда бульдозер у меня был, я попросил, он сдвинул, и яму заровняли. Вообще там большая работа нынче сделана. Очень большая. Три пруда мы решили воду поднять, восстановить. Бульдозер был. Нам это очень дорого обошлось. Почти 440 тысяч отдал ее. Это очень дорогое. За одну щебенку 237 тысяч. Дорогу, чтобы из деревни сделать. 237 метров выезда. Ну, Господь помог, открыл двери просто. А щебенкой успели привезти щебенку-то? Далекой. Щебень везут где-то из Гуревска или откуда-то поездом. И поэтому она 600 рублей тонна стоит. А нам пришлось уже брать по 1300. Так вы ее не положили на дорогу? Не привезли еще? Привезли, привезли. Два машины привезли. А сейчас там им трудно проходить. Они ждут, когда замерзнет. Поэтому если они их вывалят, мы бульдозер, я отсюда сейчас скажу знакомым, он пришлет. А остальное уже весной там уже удолбим. Там песок, главное, засыпали. Песок. Теперь там выезд. Мы участок земли в 400-ки освободили от деревьев. Даже если электричества не будет, там вода рядом, то, думаем, сейчас весной, там у нас главный агроном, мой крестник, вот, ну и посоветовал, где купить. У нас это сельскохозяйственная академия, или как университет. И там очень хорошие сорта выводят, облепихи, смородина. Ну, накупить сколько там и посадить. 400-ки это неплохо. Добавка к нашему рациону. Есть такая телекомпания Нейронир в интернете. Да. Она у вас, по-моему, тоже есть ссылка на нее. И там вот про сельское хозяйство я видел несколько передач. И там назывались какие-то культуры, которые очень выгодно выращивать и продавать, соответственно. Вот у нас это выгодно. Алтайский очень славится вот этот исследовательский институт. Там просто, там Лисовенко, академик, знатный человек был. Какие сорта вывели. Тут только покупай. Сюда едут, я не знаю, откуда только не едут. Облепиха. Это от ожогов, от всего. Там масло делает из нее. Масло облепиховое. Оно чрезвычайно ценное. Тут большие сады заложены. Тут есть где покупать. Было бы что. Ну вот так. Называли какую-то культуру, ее японцы покупают. Но я не помню. То есть если фермеры там какие-то заинтересуются, могут посмотреть вот нейронир. А нам это не надо. Наши не будут интересоваться. У нас всего хватает. Наши никуда не пойдут. Тут луга. Коровы ходят. Не то, что как там где-то в Америке. Стоили, она ничего. Ест, доят, есть, доят. Там комбикормы разные. Искусственные. Здесь она ходит, травы собирает. Поэтому молоко особое здесь. Особое. Это люди, которые не разбираются. Они думают, ну какая разница, что корова ела. Нет. У коровы молоко на языке. Тут разные редкие травы. Извините, Игнатий Тихонович. Алло. Все, понял. Сейчас я тут по скайпу разговариваю. Все, ага, спасибо. Попозже. Ну что, ты знаешь, как наши съездили на север-то? Ну да, я смотрел. Только я не понял. Я так понял, что там чуть ли не половину книг в храмы, в монастыри отдали. Так вот удивительно, что как в храмы-то нынче, что-то двери стали открывать. Молитва что-то значит. Да это вообще были закрыты двери. А тут главное, так они прошли, победно. Вернулись и машину пригнали, и газель наша целая. Ну все благополучно. Чрезвычайно. Читаться-то будут книжки-то? Я думаю, в библиотеке. Ну, видите как. Читаться будут. А храмы строят. А в них молиться будут? Я могу каждый вопрос задавать так. Ну, государство советское или российское. А будет оно на пользу людям? Это вопрос уже от каждого зависит. Кому надо, те считают. Те приходят и уже из библиотек звонят. Как достать книги? Как книгу купить? Вот вчера только один. Сразу заказывает 10 экземпляров. Нового Завета. Я говорю, а зачем тебе столько? А в библиотеке? То есть мы дали повод, что надо уметь не только брать, а дарить, это чего-то стоит. У меня и так из 10 книг 9 я дарю. Подарил уже. Это вообще столько положено труда. Люди даже не верят. Тем более православные. Если православные даром дают, сразу сектант. Православные ничего даром не дают. Пошел бы он отсюда. Даром. Вот я тебе, говорит, узнал, что ты не православный. Православные ничего никому не дают даром. Это нам так, так отвечают нам в поездах. Бабушка одна идет одета в платочке, раздает материалы там где-то, Евангелие. А сейчас на первой странице, на фарзации написано по благосостоянию патриарха Кирилла. Красная-то. У нас Господь открыл дверь, и нам есть. И сразу одна уже полезла в карман. Сколько стоит? Она бы купила. Она говорит, да нисколько. А, сектанты, пошла отсюда. В электричке. Прогнали нашу бабусю. Православные никому ничего не дают даром-то. Видишь, я тебя сразу узнала. Вот так. Ну, Тимошка-то хоть что-то вспоминает? Вспоминает. Учительница заметила, что он стал такой более собранный. Да. Такой ответственный учительница. Мы старались как могли. Другого у нас нет. Очень этот самый лагерь. Вот я, как отец, могу сказать, что лагерь пошел ему на пользу. Да. Ну, видишь, у нас все с молитвой. Но он знает, утром молились. Тимоша. Да. По утрам молились, гимнастику делали? Да. Да. Евангелие считали с пояснением? Да. Да. Работа была? Была. Ну, ты не особый работник-то, но все равно. Ты видел хотя бы. Собирал там щепки где-то, что-то делал. Вот. Купался ходил? Да, ходил. Ну, понимаешь, коров пас ходил, шлепанец потерял там свой. Так пошли, нашли. Я их растеребил всех. Ну, вот все было. У него там авария была, все вылечилось. Ничего плохого там он не мог увидеть. Где-то не так, что, ну, тем более, видишь, что-то было, какие-то претензии, а разобрались, ничего и не было оказалось. А я тут такое расследование устроил. Как раз приехал от этого Суховеева, Ваня, отец. Я тут допрос, ну, видел? Да, да, да. Ну, вот все. Мы ничего не скрываем прозрачно. Даже обвиняясь в каких-то грязных делах, мы это разбираем. Мы доказаны, даже у нас слуху не было об этом. Лагерь-то не два года, не четыре месяца, а сорок четыре года. Еще только не было у нас. Всякое бывало. Нападали на нас, и хулиганы были, и мы все, сумели справиться. Скрутились, связали, отпороли и в милицию отвезли. Так он приезжал потом с ходатайами, с нашими знакомыми, чтобы простили его, чтобы заявление забрали из милиции. Мы знаем, как обращаться. Мы не проходим мимо, в милицию обращаемся. А некоторые вот сейчас на меня тут двое. Ты видишь, как нападают в интернете? Да, да, да. Я видел. Глупость. Видел. Ну, а что спрашивают? А что с них взять-то? Я хотел сказать, обратить внимание, из Томска я видел там радиопередачи. Да. И последние слова-то по Фрейду. Ведущий говорит про Фрейда, а батюшка улыбается. То есть они судят-то не по Евангелии. Нет. А Фрейда-то это кто, сатанист? Да главный сатанист. Секс-извращенец. Так вон у них авторитет получается. Ну, еще спрашивают. Вот он, который сидит там с наушниками и говорит, как председатель миссионерского отдела, или кто там, Самсонов Алексей-то. Он ни одного слова не сказал. Он то, что говорит, он, ну, может, если так, я по частям смотрю, то он прямо раз пятьдесят солгал. Вот Игнатий, он приезжает на двух УАЗиках. У меня ни одного никогда не было. И вот там готовят, он протокол. Сначала выходят двое, съемочная группа. Съемочная группа, самый маленький у одного. Съемочная группа. Ну, понимаешь? Ну, вот он сидит, колобродит и все. Это такие в попы только годятся. Ну, разве это можно? Как же перед Богом-то? Ну, люди-то это видят. Я, значит, назначаю, что сказать, захожу, то приложусь, то нет. Потом руку поднимаю. Ничего он не видал и не знает. Два раза встречался, он не видал меня даже в глаза. Это говорят о каком-то другом под моей фамилией. Там моего ничего нету. Ну, то, что у них фрейд в авторитете, так это просто удивительно. Да ну их... Я, главное, сейчас сделаю разбор, который они, мере, в ролике воруют и гадят на них. А я теперь показываю, ничего этого нету. Ну, котенок воробушка ловит, садист. Кот воробушка ловит, садист. Так это кот садист, а не я. Вообще. Вот что Бог отнимает разум. Они не знают еще, на кого нарвались. Я их предупреждал, не трогайте меня. А, он нам угрожает, вот тебе на. Сказал, не трогайте, они говорят, угрожают. Я предупредил, что слишком много для вас там будет впереди вопросов нерешенных. Люди называют проблемами. Я не люблю это слово. А они не знают, как теперь выйти из этого положения. Уже повторы пошли, кое-что стирают там, убирают. Почему? Потому что за нас Христос Бог. Истина. Я каждый день выставляю ролики. У нас каждое воскресенье идет благовестие. У них ничего не показать-то не могут. Нету. Я могу показать сектантов, которые стали православными. Которые сейчас пишут сектанты. Которые книги заказывают. А у них нет ничего. И с кем я буду спорить-то? С пустотой. Я только могу молиться и просить у Бога милости. Днем и ночью о них вспоминаю в молитвах. Я, знаешь, немало раз, что ты все это узнал. Что с Тимошей-то как? Что ничего этого не было. Это с другого положения. И там картинки какие-то насмотрелись. Это не у нас. Мы стараемся. За ребенком все не усмотришь. Они ему рассказали анекдот. Ну, рассказали. Ну, ребенок. Такой же ребенок. Ты с него спрашиваешь? Со своего спрашивай тогда тоже. Они вышли. Они играют в футбол. Он подскочил, ему что-то шепнул. Я их отпустил пасти. Они просятся. Ну, мало ли еще не скажи. Дети это почти полумерзкие. Мерзкие. Все нормально, Игнать Тихонович. Мы работаем. Если я узнаю, что такое было, я не оставлю без наказания. Ты это знаешь. Все, слава Богу. Тимоша это знает. Разве я его в обиду давал? Нет. Как у меня морковочка-то отдельно. Я его все время прикармливал-то. Я вижу слабенькое здоровье. Значит, там еще у меня была одна. Потом этот... Кто там у меня еще был, Тимоша? Кто у меня там постоянно-то тертую морковку? Кому я давал? Вика и Аня. Кто? Вика и Аня. А, вот, Вика. Вика. Вот это та. Там еще кто-то маленький был у меня. А, Тарасик. Да, Тарасик. Тарасик. Видите, как я их выделяю, приближаю к себе. И мой пай, я и делюсь между ними. Кто тут простыл, я специально мед сэкономил, принес. И как кто, с чаем там отдельно утром на кухне. Я отвечаю за их здоровье. Ну, а если он уж не поберегся, ноги промочил. Ну, надо было заранее маленько, как говорят, закалять. У меня интересно, был один мужчина, слабослышащий, но не глухонемой, разговаривать мог. И у него пацаненок был, ну, вредный, вредный. Ну, прямо с девчонкой со мной. И воровал. Своровал гребенку. И спрятал, кажется, мышиную норку, что ли, там где-то. А зачем? Да я ей хотел гребенку. А сам маленький такой, ну, вот как Тимофей-то. И вот отец там, а он слабый такой ребенок-то. А отец-то здоровый, крепкий, вот как ты, наверное. И он его держит, а ребенок орет. И он его в воду над всей гладью озера. Просто крик, виск создается. Он его в воду, раз, полная тишина. Он, наверное, и под водой кресит-то. Оттуда только отец его вынарил, вытаскивает. Он вынарнул, и опять крик стелется по всему озеру. Он опять его вниз. Я его все равно заколю. А слово-то заколю имеет и другой смысл. Но на того интересном. И, Сергей, ну, что ты выдумаешь-то? Все равно заколю. Ну, как Авраам, жертву принес Исаака. Заколю. Всякое бывало-то. Это же жизнь. Я себе ничего не делал. Ну, и тогда бы не спрятался. Муху укусила бы дома или блоха. А я на верхотуре стою-то. Встречаюсь со всеми. Вот только сейчас. Батюшка позвонил. И там приехала из визового центра. Где ваш Никита? А Никита, ну, приехал в Барнаул, Колесников. И теперь он там у Игоря Добунова гараж делает. А Игорь-то Добунов, он геолог. И пока река не остановится, они работают. Прямо вообще. Ну, добывают золото, но они на особом положении. ФСБ, там их все проверены, чтобы ни грамма никуда. Ну, это какой-то частный предприниматель, он платит лицензии и прочее. И вот они пошли к этому человеку. У нас люди-то работяги. Просто чтобы Трутин не делал ничего, у нас трудно к такому будет. Мы все работаем. Ты же видел в интернете, там я и с лопатой, и с пилой, и везде. А мне ли это, горбать, если когда у меня позвонки, и все, это операции были, еще две грыжи. А я по-другому не знаю. Считаю, что это в норме. Если пошел на войну, император всегда был с войсками. Они в плен попадали. Это никак. Сейчас сидит, чемоданчик у него там атомный, он дал, а там бомбите Америку. А сам спрятался, говорит, на 40 метров под землю. Тогда было не так. Почему Нерона избрали? Был смелый военачальник. Декия почему избрали? Смелый военачальник. И вот мы считаем, войны какие были, попадали в плен в цари, и им глаза выкалывали. А войско потерпело поражение. И Юлиан Отступник пошел с войском, когда он пошел там воевать с персами-то. И завел там какой-то, ну, видимо, от Бога послан. А то, может, лукавый в пустыню. А сегодня это по-другому все. И я поэтому, как начальник, я везде с ребятишками, со взрослыми. Ну, пользы, может, такой и нет. Еще он молодой, тому легче проскочить где-то. Ну, вот так. Ну, вот я, обычно я ни на кого не выхожу в скайпе, а вам дал знать, что я здесь. Может, вопросы какие есть? Вам отправить вот это. Мы только вчера вспоминали, говорит, Игнать Тихонович, отправить вот это или по компьютеру? Да нет, не надо, специально не надо. Не надо. Это мне эти, понимаешь, на почту я недавно ходил, мне выходить не подручно как-то. У меня неприятность на днях была такая. Когда я уезжал, в это время вернули посылочку с книгами. И она не дошла. А Владимирская область, город Александров, Бушуеву. Ну, и платить или не бери. Пришлось заплатить там сколько-то, 200 с лишним рублей. Ну, а когда я приехал, они в марте еще послали. Говорят, мы в марте вам деньги выслали, а почему нет? Я проверил по спискам, действительно выслали. А то действительно они и есть. Я на почту. Она говорит, была у них посылка, они ее не взяли. Они пошли туда, мы сейчас разбор идем, я им показываю. Ну, мы заплатим. Я говорю, нет, я не виноват, но я беру все расходы на себя. Это 567 рублей мне пришлось заплатить. И теперь отправил, ждем. И этот ролик, что мы разговариваем, я выставляю. У нас все прозрачно. У меня этого не было, чтобы мы взяли деньги и не дали. Не то, что не было, а это даже в мысли не может быть нигде. Если даже потерялось, я ему снова второй посылаю, мой ущерб. Почему? Я Божий, и ты Божий. Кого мы будем? Мы родные братья. А то почта потеряла, не я. Вот такие дела. Юля Трекипова прислала вещи какие-то, Тимоша. Благодарю очень. Ну, хорошо, я скажу. Там скажу. Ну, я и написал. Ну, ребятишки, бывает, забывают, где-то положили там. Я еще знаю-то, я в это дело не вникаю. Они говорили про это. Видишь как? Даже вещи забыл. И люди берут на себя эту заботу. Мы верующие. Это наш лагерь отвечает от других лагерей. Здесь абсолютно без обмана. Обедками кормить не будут. А у меня он чашку залишит, опрокинет и чашку покажет. Тимоша знает как. Все, ему махнут рукой. Опрокинул. Второе, значит, он должен показать. Половина ему или целая, два, третья. Он сразу. Он знает. Порядки-то какие? Не разговаривать. Мы стараемся создать стопроцентную защищенность ребенка. Не обзываться нельзя. Не проще другое. Тут Фрося, кажется, делала какой-то там из песка, там кора, что-то она сделала. Кажется, Фрося делала. А другой пришел, там кто-то и сломал. Так и наказание дал я ему. Целый день работать, восстановить эту башню. Теперь ты будешь помощником. А ты будешь главный. Я как-то говорил, где-то Тимошич, это у него там тоже повреждения какие-то в строительстве были. Вот теперь он главный архитектор. Давайте. Видишь, надо подойти. Ребенок на все смотрит серьезно. Не то, что он песок делает. Это я должен увидеть наклонность. По его возрасту это как раз. И ты видел, как он там кирпичик берет, выметает. Не трогать, он работает. Археолог. Ну вот, видишь как. Далековато, конечно, из Москвы-то вам до нас, из Струнина. Ну, Бог миловал. Если вопросов нет, то отхожу. Занятие по Юле писало, что у Сергея... Да. Выходи на него. Сегодня занятия будут. По-вашему в 9 вечера. В 9 вечера. В 6 по-нашему. У меня там есть расписание. Ну вот, на Сергея Пупкова выходи. А там их нацеплялось, а сколько, прямо с разных сторон, с разных городов. Ведут занятия они. Ну вот, видишь, братья как могут, работают. А плевать-то для этого ума никакого не надо. Вот эти за мной-то гоняются, как я говорю, из табакерки два, говорится, чертика выскочили. Если это люди, то так, я даже конца не знаю, может, просто лешие какие, благослови Господи всякого верующего. Прости ему, он не знает, что творит. Если вопросов нет, что, расстаемся? Спасибо, Христос, за молитву. Послон Галине и всей братье. Тимоша Галину вспоминает и вас. Да. Да. Тимошу мы нигде зря не толкали на трудную работу. А что мог? Ты видишь, иногда он встанет и стоит. Ну, все снято, как было. И он скажет, это я стою. Работа была, была. У меня наказание бывает, я отстраняю от работы. А разговаривает, щепку в рот. Тимоша, так нет? Ну так. Чтобы научились работать. И все время ты колопапки-то будешь. Мама-то ничего не гневается на нас, что он был здесь? Нет, мы фотографию послали по почте из этого проекта. Она очень рада, довольна. А она ролики смотрит, где там Тимоша участник? Ролики, по-моему, не смотрит. И вот, и еще ни разу не приехал. Как Тимоша из лагеря приехал, она не подвижила. Ну, дело в том, что ей можно было бы на плешку скачать, и пускай мама посмотрит. Елена звать ее? Светлана. Светлана, ага. Ну, с Богом, бра. Все. Давай, включай. С Богом. Пока. С Богом.